ну что я вас приветствую возможно будет схожая какая-то информация но ничего страшного освежу в вашей памяти начинаю с того как дизайнер к этому относится то есть мы характеристики технические до оставляем на второй план и всегда как любой творец как любой художник мы на все напольные покрытия смотрим с точки зрения красоты и цвета да и выбираем естественно красоту цвет и что будет ощущать то есть точки зрения тактильных ощущений что будет ощущать наш заказчик когда он босиком пройдется по тому или иному покрытию начинаю с по с мною очень любимой массивной доски хотя ее не везде и не всегда можно применить и даже не всегда она бывает уместно но все же она по своим характеристикам несмотря на то что ее юридически не существует вот как мы сегодня услышали да вот она все же есть в нашей практике она тоже присутствует часто ну я не буду внедряться опять-таки в характеристики потому что их рассказали пройдем дальше она бывает по цвету очень интересная очень разнообразная да кому-то нужно что-то поспокойней кому-то нужно поярче и если мы берем какие-то интересные породы дерева они могут быть вот таким вот декоративным ярким элементом который может украшать ваш интерьер то есть я говорю сейчас о доске не как о технических характеристиках а о том как она красиво может работать в интерьере вот потому что она бывает узкая она бывает широкая в зависимости от того какое у вас помещение какое назначение да это будет вами проигрываться как ну как элемент декора как элемент который будет украшать дом соответственно нужно понимать что вы применяете и для каких целей у массивные доски есть потрясающая возможность ее можно брошировать ее можно делать структурированный до брошировка я так понимаю что вы слышали до было озвучено что такое брошировка до выбор волокон вот но она может быть очень вот такой вот гладкой вот поверьте по такой доске если вы никогда не пробовали попробуйте пройтись босиком даже если вам предоставит образец на каком-нибудь стенде невероятное ощущение тактильные приятные и в нескольких больших до загородных домах я делала вот такой вот именно очень нежно очень плавный такой вот такую структуру на древесине и и делают под ваш запрос глубже мельче как как угодно шире вот эти вот могут быть волны по вашему запросу и естественно потом выкрасит тоже подавать под ваш запрос но вот под такой структуре очень приятно ходить босиком по паркету штучному крайне редко сейчас используется практически выходит из дизайн проектов потому что либо от него устали либо это для некоторых бывает очень дорого либо хочется просто чего-то нового потому что очень много интересных новых структур текстур и технологий до выходят и позволяет использовать другие варианты которые будут более современными скорее просто люди устали но опять-таки если это классический интерьер это варианты со штучным паркетом можно применить в любых комбинациях в любых вариациях и компании которые продают они естественно вам предложат любой рисунок помимо того что у них есть своих собственных базах вы можете еще и свои собственные рисунки с ними проработать проговорить они это все создадут потому что штучный паркет вариации у него практически бесконечные художественный паркет но на этом пока можно так скажем вообще не то чтобы крест положить уж извините за такое определение но про него на время можно забыть потому что вот эти вот дворцовые варианты даже очень хорошо таких золотой золотой классики крайне редко стали использоваться ну во-первых из-за дороговизны во вторых опять таки люди хотят использовать тоже какие-то новые интересные варианты и чаще приходят и прибегают к художественной резки керамогранита то есть тот же в самый художественный вариант можно сделать керамограните и его еще и утеплить и сделать теплый пол что гораздо приятнее ногам но как факт он существует он прекрасен и тут вариации не то что бесконечный безграничный да то есть можно придумать все что угодно если есть такой заказчик то соответственно в добрый путь это можно применять это будет очень красивые интерьеры очень актуален стал в последнее время паркет с 3d эффектом да то есть все вот эти вот имитации самое интересное что попадая в разные исторические здания в том году прошлым летом как раз вот спасибо светлане мы ездили в дом максима горького если вы знаете есть такой да у нас стиле артного там на третьем этаже паркет выложен сколько лет светлана этому дом больше ста уже и вот там выложен проект паркет в 3d эффектом кстати сколько лет назад то есть но все новое это хорошо забытое старое вот как как ни странно да удивительный был феноменный факт 3d эффект до выложен в том времени то есть сто лет назад выложили паркет с эффектом 3d вот которые сегодня набирают обороты по своей популярности можно его использовать соответственно вариации по не просто массивная или паркетная доска и любая другая инженерная до полоса влево полоса вправо а тут вариации возможные можно делать все что угодно с полом со всеми натуральными покрытиями которым можно применить в проектах естественно вопрос цены естественно вопрос возможностей бюджетирования проекта но все же когда мы понимаем что есть масса вариаций можно применять не зацикливаться только на каких-то но в последнее время ставься ставшими популярными приемах модульный паркет в общем то тоже достаточно интересные единицы прекрасно смотрится в интерьере очень интересно можно обыграть например гостиную потому что стоимость модульного паркета выше обычной доски соответственно нужно понимать что для этого должен быть бюджет но если есть бюджет если позволяет то использовать модули на мой взгляд очень даже интересно но опять таки это удел классических интерьерах в очень современный интерьер но вряд ли его внедришь потому что но там должна быть такая более серьезная компиляция если нет такой задачи по проекту то лучше тогда применять его все же больше в классических но у модульного паркета расширяются возможности и он может работать не только деревом он может работать комбинации материалов до прекрасно работает комбинация дерево и мрамор дерево и керамогранит дерево и мозаика дерево и даже делают что-то типа смальты то есть можно применять и возможности у модульного паркета тоже достаточно широкие и если есть какая-то определенная задача но нужно что-то применить такое эдакое особенное да не стандартное то и вот здесь тоже есть возможности сегодня у нас много есть производство напольной доски массивной доски паркета паркетные доски и модулей и они могут по вашим эскизам сделать все что угодно если вы продумаете интересный интерьер то можно его же можно не укладывать полностью всю площадь в квартире до его можно внедрить как какой-то определенный нарядный элемент в той же гостиной или какая-то проходная зона если это какой-то холл то есть ну не бойтесь высокой стоимости внедряйте кусочками внедряйте декоративными элементами потому что тема интересная и практически невостребованная потому что все пугаются высокой стоимости буквально недавно но не буду рекламировать но есть у нас российское производство достаточно известная компания я буквально вот на той неделе была на производстве мы ездили в город в город клин смотрели что там у них происходит но сказать что можно все это не сказать ничего вот любой каприз за ваши деньги любая фантазия дизайнера в покрытии в обработке в компиляции все что угодно сегодня можно все вот этим надо пользоваться вот смотрите второй вариант по модульным паркетом но вы не можете не согласиться до что вот этот вот фрагмент проходного холла выглядит прекрасно а что это модульный паркет внедрением в него металла или латуни или обычного металла но это выглядит настолько красиво настолько интересной настолько не избит а то есть какие-то новые приемы которые можно внедрять хотя бы фрагментарно в ваши интерьеры не надо бояться ну да возможно это будет какой-то дорогой элемент но мы же всегда когда мы знаем бюджет мы можем играть им варьировать да мы можем что-то внедрить туда дорогое на чем-то мы можем сэкономить и вот в этой сбалансированной истории мы можем сделать и такие вот фрагменты тоже эта комбинация с внедренной латунью и металлом будут дороже безусловно стоит чем даже камень вот но в любом другом в любом случае в при каждом конкретном случае нужно запрашивать потому что модули могут быть разного формата не могут быть 60 на 60 45 на 45 а могут быть 90 на 90 от этого будут варьироваться на сколько туда внедрено металла то есть определенно сказать что это стоит столько-то или столько-то сейчас просто невозможно но и нет смысла если есть идея если есть если есть мысль то ее нужно проверять если это совсем зашкаливает и выходит за рамки бюджета ну тогда но зато со спокойным сердцем мы понимаем что ну к сожалению не можем здесь применить значит другой раз но как вариант это нужно иметь на вооружении понимать и знать что этим можно пользоваться о досках было говорено и все же повторюсь о том что есть однополосная трехполосная и в интерьере вы можете увидеть наглядно как они выглядят на мой взгляд всегда интереснее но опять-таки на мой личный взгляд всегда интереснее смотрится однополосная чем трехполосной 3 полосная как-то она ну она как будто продешевила да она как будто выглядит дешевле и проще чем однополосная то есть вот здесь больше как-то вот стати и достоинства какого-то хотя и то и то один а один и тот же один это одна и та же паркетная доска то есть один и тот же материал но выглядят они по-разному поэтому когда вы создаете свой интерьер и ориентируйтесь на это я бы не стала выбирать трехполосную я бы выбрала одну полосную вот потому что но как-то вот ну не знаю на мой взгляд она выглядит гораздо эффектнее эффектно совершенно верно то есть до этого вы слушали характеристики технические на слух и пощупали материал а сейчас такое вот подтверждение про то то же самое на только уже в картинках про инженерную доску не буду повторяться знаете да слышали все ее характеристики я ее очень люблю в 80 процентах случаев своих проектах я применяю именно инженерную доску потому что вариации ее использования больше чем у массивной доски да и характеристики у нее лучше с точки зрения геометрии лучше с точки зрения стабильности лучше потому что у нас все проблемы с доской начинаются от чего от перепада температуры в помещении вот соответственно она в силу того что у нее склейка идет поперечная всех ее слоев она более стабильна то есть ее не так рвет как обычное дерево но на характеристиках останавливаться не буду идем дальше у нее тоже есть вариации по ширине по длине она может быть короткая на может быть разно длинная она может быть широкая на она может быть узкая у у инженерной доски есть есть по ширинам от 9 до 30 сантиметров ширина ламели то есть это особенно 30 это очень красиво очень дорого и очень то здесь должны быть максимально квалифицированные специалисты которые ее укладывают потому что у нее есть масса нюансов нюансов при укладке из-за того что не широкая очень широкая но вернее большая ширина и и может выкручивать то здесь должен быть действительно высококлассный специалист для укладки вот но об этом у нас виктор расскажет еще есть очень интересный элемент я его применяла всего один раз к сожалению в своей практике это криволинейный можно погасить вот здесь свет попробуй погасить пожалуйста свет у экрана чтобы ее было получше видно потому что вот об этом я бы хотела ну вернее хотела бы акцентировать ваше внимание лучше видно вот смотрите и не знаю сталкивались вы не сталкивались такой историй как криволинейные криволинейная доска вот сказать что это настоящий природный материал просто там значит стыковали разных разного распила доски нет ее действительно выпиливают каждую отдельно собирают как конструктор лего каждую пронумеруют но эффект у нее просто бомбически потому что она собою своей вот этой не стандартностью нетипичностью очень украшает интерьер вот это действительно не стандартное решение мало кто его использовать используют и если вы являетесь теми самыми любителями не стандартных решений то я вам ее настоятельно рекомендую я сейчас расскажу отвечу вот я вам ее настоятельно рекомендую потому что естественно можно использовать любую древесину это будет разный рисунок и это будет просто не то что не типично это будет не как у всех абсолютно отличаться одновременно от всех вас посмотрите в под любым углом под любым под любой обработкой она будет интересно смотреться таки наши российские фабрики делают по моему даже кто-то в кировограде у нас делает по фабрикам то есть если вы задетесь целью и захотите ее применить даже пройдясь по нахимовскому проспекту вы найдете продавцов кто ее производит потому что у меня этот проект был пять лет назад я его делала со своими партнерами они это был волжский волжская доска волжский массив и они это делали на своем производстве вот но прошло пять лет то есть на сегодняшний день появилось больше производителей но кто конкретно я вам сейчас не скажу но если задаться целью и найти вы найдете найдете ему много вот я говорю что это не так часто в к сожалению в моей практике всего лишь один раз было да потому что люди пугаются не стандартности в какой-то степени и цены то есть у нее тоже будет высокая цена надо быть к этому готовыми но за интерес как и за все удовольствия в общем-то в нашей жизни надо платить если мы хотим сделать что-то интересное что касается следующего натурального напольного покрытия это пробка которые существуют и в ламелях и в плитках и обработка у нее на сегодняшний день потрясающих разных расцветок цветов она не только натуральная и сама кора распределена и структура ее бывает разная более пористая более склеена то есть либо пятнами либо полосками но тут надо смотреть что нравится я лично я как дизайнер в своих проектах использую скорее более целостное полотно пробки нежели вот такую вот дырявую как ее называют простите не не самое красивое слово зато точно определяющие о чем я вам пытаюсь рассказать очень хорошо работает в проектах и в интерьерах пробковые плитки вот причем они если вы обратили внимание могут быть еще и с элементами декора которые в них уже внедрены вот то есть тоже достаточно нарядно и интересно смотрится смотреть на то по степени обработки потому что пробковая доска со своими возможностями и и можно и в и в помещении мокрых зон да и в ванной комнаты и в санузлы применять вот есть небезызвестная у нас девушка у нее даже есть видеоролик в ю тубе она пробкой отделала всю ванную комнату то есть стоять под душем и попадание прямых струй воды пробку не травмирует пробку не корёжет не коробит с ней ничего не происходит и все можно применять в зависимости от степени ее обработки и верхнего слоя покрытия верхнего лакированного слоя вот ее можно применять в разных износостойкость в разных помещениях износостойкость у нее высокая бегают по ней и животные и от собака от кошек ничего никакой травмы этой этому покрытию нет поэтому можно смело применять в интерьере смотрится красиво вот она может быть кстати есть компания ну ладно уж пошли по именам каким-то cork style который предоставляет массу разных вариаций обработки пробковой доски они делают напольные покрытия они могут быть потрясающе разных цветов разных фактур разные отделки это можно смело применять в детских комнатах если хочется что-то более яркое более сочное в загородных домах с большим удовольствием там могут быть винтажные какие-то коллекции то есть под любую то есть здесь можно найти варианты для любой стилистики лофт современный стиль индустриальный стиль в классику вряд ли но все остальное что мимо классики до какой-нибудь средиземноморский ты что-то такое тематическое можно смело применять вот характеристики высокие возможности замечательные и и и область применения достаточно широка поэтому присматривайтесь к ней с той же пробковой доской с нанесенным рисунком точно так же можно сделать интересный интерьер интересные решения возможно не во всей квартире еще раз повторюсь возможно только фрагментарно но это можно применять и по крайней мере просчитывать понимать по бюджету проходите не проходите интересные решения винтажные истории винтажные истории и истории с амбарными досками наверняка вы уже слышали и и понимаете что есть компании которые предлагают старые ну ездят по россии находят старые объекты разбирают очень бережно реставрируют и продают то есть можно найти доску которая там 150 100 лет 200 лет и применить ее в интерьере но опять-таки вопрос цены и вопрос собственно говоря на значение как ни странно есть люди которые принципиально это не желают потому что кто-то на это смотрит с точки зрения что это какая-то непонятная энергетика не пойми где она была в складбище не складбище и принесли вот поэтому вот тут нужно быть аккуратным нужно понимать если вы доверяете продавцу откуда эта доска была изъята где она но до этого находилась какая она как у она прошла обработку можно ли применять или нельзя потому что есть люди которые реально на этом очень сильно и для них это принципиально важно не на этом акцентирует внимание вот соответственно но выглядит она потрясающе до говорить не надо то есть если мы хотим создать какой-то интерьер в каком-нибудь винтажном стиле который там что-то где-то там с какими-то отголосками бога ради это самое правильное решение вот то что ее применяют не только на пол ее применяют на стену ее применяют на потолок как угодно доска она универсальна как материал вот и если вы бывали например в зову к вашей памяти если вы бывали в такой замечательной пиццерии как бы кончина в москве нет пожалуйста зайдите потому что там самое интересное вообще применение напольной доски которую можно представить себе в интерьере потому что они начинают ее с пола заворачивают и мягким углом на стену и выводят точно также на потолок при этом в ней внедрены разные породы древесины и есть еще рисунки удивительно интересное решение поэтому просто заведите в интернете название этого кафе быка бог кончина так и называется вот и их несколько по москве можно попасть я знаю что есть один одна она в страстном бульваре на кутузовском проспекте в галере в торговом центре времена года в океане на славянском бульваре вот три который я знаю в которых я была вот и они везде но так как это сетевая история они везде повторяют свой интерьер поэтому посмотрите как можно интересно применить древесину вот главное не бояться ну и второй главный момент бюджет нашего заказчика вот потому что что касается винтажных и всех остальных историй вспомните что есть еще тема про обожженную доску да то что такое достаточно мрачный элемент интересный для лофта интересный для индастриал стиля вот интересен для каких-нибудь кафешечек гастробаров еще чего-то но опять-таки у людей к нему очень странное двоякое отношение потому что горелая доска у некоторых вызывает эффект вау как круто а кто-то говорит а ну как после пожара не 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 то есть ассоциативный ряд срабатывают у всех по-разному поаккуратнее с ней но все же как вариант для интерьеров и и можно иметь в виду еще одна интересная история это про напольные покрытия которые для влажных помещений помимо пробки это естественно всем известный тик тик можно укладывать просто плашку к плашке ламель к ламели да он выдерживает любые температуры любые любой контакт с водой любые температуры его прекрасно можно использовать в душевых кабинах пол в ванной комнате он не настолько дорог плюс-минус ориентировочно но для небольших помещений опять-таки но все относительно кому-то дорого и 4000 кому-то 12 нормально но если есть цель допустим сделать не стандартное решение в ванных комнатах да как обычно там плитка плитка еще раз плитка от которой уже но у меня например не 15 и 17 лет уже опыт работы поэтому не слегка пардон мутит вот стараюсь попробовать что-то еще другое вариант с тиком тоже проходит он интересен и цена у него порядка 12 тысяч за квадратный метр потом вспомните сколько нужно того тика чтобы сделать в ванной комнате например поддон душевой кабины или просто там дорожку какую-то да опять-таки если использовать фрагментарно все эти материалы не настолько это сумасшедше дорого получается в итоге на с точки зрения бюджета вот здесь история интересна тем что между каждой плашечкой между каждой ламелью есть еще герметичная полоса которая герметизирует швы и допает и дополнительно дает этому напольному покрытию еще такую вот интересность и нарядность можно ее использовать это в данном случае помог кто-то из французов делает напольный паркет если паркетное покрытие для ванных комнат прям специализированная а вот тоже можно поинтересоваться найти если есть задача сделать нестандартные применить нестандартные решения это одно из лучших вот открытую ну то есть контакт с открытой водой не боится но вспоминайте яхты корабли это все тик на самом деле которому не страшно ничего